Спасибо девочки. Обожествление Путина нашего, для чего вам это надо? Что? Обожествление, воспроизвление от кого-то обозначает это слово. Это вы посмотрели в интернете. По-гречески, вот это не важно, что я посмотрела. Сам факт, что, да и почему вы придумали именно это слово? Похлопать, ну похлопать и в ладоши, ну что ты. Попроще вопросы задала, не управляя так. Я сам сделать, мне надо. Понял? Что он говорит? Возмущается. Ну, ты как-то не очень правильно общаешься с человеком. Мне нравится такое общение. Всех я приветствую. Меня зовут Евгений. И сейчас я буду снимать шоу, которое всегда проходит на улице с прохожими. Называется шоу «Вопросы за бабосы». И в этом шоу я буду платить людям деньги за то, что они будут отвечать на вопросы. Нет, спасибо. Хорошо. Сейчас будем ходить, уговаривать людей, чтобы они приняли участие, посниматься в этом невероятном шоу. О, давайте залезаем сразу в кадр дружно. Вот так вот стоим. Сейчас я посмотрю, вы классно выглядите. Оператора просто нету, понимаете. Секундочку. Значит, вам кажется, что это какой-то развод, правильно? Правильно. Слишком подозрительно. Я слишком подозрительный? Нет, слишком подозрительно все вокруг происходящее. Неужели все так паршиво? Да. Нет. Все хорошо? Да. Постоянные разводы по телефону. Есть такое? Сбербанк, ВТБ. Нет, я один раз ответил всем, кто ей звонил, они больше не звонят. Никому больше. Я хочу вам кое-что сказать. Это не развод, это очень популярная передача с очень веселым ведущим. Это вы? Веселый ведущий – это я. Сейчас я вам задаю пять вопросов. Если вы отвечаете правильно, я плачу вам, бабоса. Ничего себе. А если неправильно, мы вам. Давайте знакомиться. Как вас зовут? Федя. Даша. Дарья, вы какая-то не очень веселая. Ну, я с веселым ведущим. Вы до сих пор думаете, что это развод? Нет. Она слишком жизнерадостная, у нее кончилась энергия. Через чур. Первый вопрос. Какой рыболовный с Настю ловил рыбак, ой, не рыбак, а рыбу, старик из сказки Пушкина, сказка о рыбаке? Не в этом. Не в этом. Да все правильно. Сей, 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 ловил. Федька, Федька, сколько тебе лет? Тринадцать. А? А сколько лет? Господи. На вид сороке, это уже тебе. Второй вопрос. Боярню. С какой фамилией изобразил на своей картине Василий Сориков? Я Федька даже спрашивать не буду. Морозова. Совершенно верно. Как называют авторитета в искусстве? Искусстворед? Нет. Сейчас, секунду я вам. О, Федька, господи. Дарья, давайте немножечко посектынем, покумекаем. Посектынем? Я такого не знаю слова. А вы из какого города? Санкт-Петербурга. Родились здесь? В Ленинграде. Я тоже. Тринадцать. Какое совпадение? Совпадение? Мы треугольных петербуржцев. Ну, мы Ленинград. Итак, будем отвечать или нет? Эксперт в искусстве? Нет. Есть возможность спросить у прохожих. О, замечательно. Подожди, надо, давайте. Дарья, вы охраняете мою камеру вот эту, а мы с Ведькой пошли спрашивать. Ты помнишь вопрос, подожди? Да, как называют авторитетом в искусстве. Молодец. Вот давайте. Бери микрофон, бери микрофон. У женщины. Можно вопрос? Агрессивно. Агрессивное молчание. Здравствуйте, можно вопрос? Какой? По искусству. Ой, нет, это мы не разбираемся. Кто разбирается? Сразу вопрос. Вы видите, можно вопрос? Спасибо, ребят. Ну, ладно. Можно вопрос? Да ё-моё, я что, настолько плохо выгляжу? Это сложно, брат. Извините, можно вопрос? Очень агрессивно. Можно вопрос? Кого? Авторитетом в искусстве. Не понял. Авторитет в искусстве. Мороз, он видишь, как красиво рисует. Интересный подход. Интересный вариант. Можно вопрос, пожалуйста? Как называют авторитетом в искусстве? Авторитет в искусстве. В искусстве, что ли? Не знаю, ментор. Как? Ментор. Почти. Я не знаю. Спасибо. Спасибо. Авторитет в искусстве. Было рядышком, братишка. Не цена, ну ты не... Убираем букву Е, вставляем букву Э. Можно вот сюда? Ментор. Ментор. Дарья, вы точно знаете. Давай, мам, давай. Мэ. Мэ. Т. Т. Р. Мэтр. Мэтр. Так вы что, не знаешь, что такое Мэтр? Мэтр – это машинка из тачек. Ты что, не разговариваешь? Господи. Можно вас точно не знать всю песню? И все завидуют нам, таким простым друзьям. Нет, ну как-то вышло так, что стал я замечать, что к девушке моей ты начал приезжать. Ты звонишь ей домой, когда меня рядом нет. Скажи мне да или нет, и дай мне свой ответ. И поехали. Ну где же ты, студент? Игрушку новую нашел, не думал, не гадал, а девочку мою вел. Ну что же ты, студент? Меня никак ты и не поймешь. Гуляй, студент, гуляй. Круто. Хорошо, вы правильно ответили на четвертый вопрос. Кто в России ввел обязательное бритье бороды? Кто? Первый. Откуда ты знаешь? Думаю так, уверен. Поближе к камере желаем. Куда ты пошел, Федя? Ну, ешкинку. Давай посмотрим, как ты выглядишь. Прекрасно. Покажи всех. Покажи, правда. Даша, не уходите далеко, тоже поближе. Сейчас будет награждение. Привет, давай. Всем привет. Папа, потому что мама здесь. Папа, привет. А как называется там, где можно будет увидеть себя? Это называется Негодяй ТВ канал. Негодяй ТВ, забери пока. Самый веселый, жизнерадостный канал с веселым ведущим. Обязательно. Это я. Это он. Так, ты еще маленький, с такими бабосами ходить. Маме надо отдать. Ну нет, я не буду брать деньги. Че это, друг? Старый денег не берут. Ну ладно, держи, купишься чумпачуп. Много чумпачуп. Так, ну может быть мама привет кому-то передаст. Увидит около трех миллиардов людей вас. Ну да, давайте сюда. Конечно, конечно. Еще раз, как называется? Давайте сюда поближе, чтобы вас видела камера. Кому-то привет. Кайли Джернер, привет, я жду тебя. А мне некому даже привет передать. Хорошо, а надо на инсайд. С наступающим Новым Годом. Спасибо, восторг. А, уже спрашивай. Серьезно? Да. Так, ну что ж. Наша жизнерадостная передача с самым веселым ведущим продолжается. И мы ищем следующих пассажиров. Ну где же ты, девчонок? Здравствуйте. Давайте поучаствуем в нашей передаче. А че это? Ну ладно, не хочет человек и не хочет. Что с ним сделать? Так. Привет. Да. Здравствуйте. 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 А я вас привела, молодой человек. Очень хотел бы у вас поучаствовать. Да, я хотел бы с вами поучаствовать. Давайте поближе к камере подойдем. Вот так вот встанем. Я смотрю ваши выпуски. Серьезно, вы меня знаете. Я такая думаю, боже, какие тупые, какие тупые. Сейчас бы карма прилетела. Так, сейчас я сделаю все, чтобы вы были такими штупыми, как и все остальные. Я это уже поняла. Хорошо, давайте-ка встанем вот здесь. Вот здесь встанем. Я посмотрю, как вы выглядите. Камера новая, оператора нету. Сами понимаете. Так, мне кажется, что хорошо. Ковбой, давай сюда поближе. Давайте, ковбой, да. Как вас зовут? Меня зовут Евгения. Евгения. Кстати, меня тоже зовут Евгения. А вас как зовут? Никита. Ну, а ты, да? Да. Никитос, тебе 13? Ну, почти, да. Сейчас был пацан. Ему было 13 на Вице-ракет. Правда? Представляете? Сколько годосиков на самом деле? 17. 17. Сейчас для вас будет блок молодежный. Молодежный? Там такие слова, что я сам не знаю, что это значит. До сих пор не могу. Да, вот эти, которые сейчас модны. Ой, мне надо разговаривать, я его просто иногда не понимаю. Я думаю, что Никитос, Никитос, Никитос нам в помощь. Отлично. Сын, у тебя вся надежда. А вы что, увидели прямой эфир и приперлись сюда из-за этого? Или случайно увидели? Нет, мы случайно. Мы поехали в Никольские ряды кататься, потом решили прогуляться, елку посмотреть. Вот. И я иду, смотрю, стоит Жек. Ненавижу Никольские ряды. А почему? Мне там не разрешили снимать. Да. Ну, прискорбно. Ну, нам понравилось, мы накатались. Опа! Первый вопрос. Уже? Что такое краш? Краш? Давай. О, боже, краш. Я не знаю. Нет, я слышала слово, я его прям это, я тебя его слышала. Так, давай, давай, давай сюда, Никитос. Ты по-любому знаешь, что вся эта дрянь значит. Ну, краш это то человек, которого ты любишь. Камера вот сюда, вот сюда. И так, объясняю всем. Краш это то человек, которого ты любишь. И боишься признаться ему в этом. Да? Да. Ну, вот так вот и живем теперь. А у меня написано, знаешь как? Невзаимная влюбленность. Ну, типа, ты любишь этого человека, может быть, этого исполнителя каких-нибудь песен. Ты его любишь, а он-то тебя не любит, а он тебя знать не знает. Наверное, это так, нет? Если это не так, исправьте нас в комментариях, да? Да. Итак, второй вопрос, на который Евгения тоже хрен ответит. Попробуем. Кринжовый. Это какой? Знаем, что это такое? Мне беспокоиться. Ужас, ужас. Кринжовый. Я знаю, да. Кринжовый. Я тебе постоянно об этом говорю. Кринж. Кринж. По идее, все эти слова, они английские слова, у которых есть перевод. Кто знает английский, тот знает. Стыдно. Кринжовый. Ты-то на моде, если ты кранж, знаешь. Мне очень кринжовый за тебя, братан. Ну, вижу, ты шаришь, ну, кринжовый. Это какой? Ну, мне стыдно сделать, у тебя, у меня просто... Моя, у меня кринж. Мне кринж за тебя. Кринж. Да. Тебе стыдно за меня? Ну, да, да. У меня написано неприятный, мерзкий, жуткий. Ну, не знаю. Неправильно, да, я говорю? Ну, возможно, это перевод такой. Они используют. Откуда ты знаешь эти слова все? Из тиктока. Все зло там находится. Третий вопрос. Рофл. Должна, должна знать. Рофл, слушайте, знаю точно. Если не знаю, но от тебя я сто процентов слышала. Но я не могу сказать вообще ни одинаково не дала. Ну, давай. Шутка. Шутка. Гениально. Можно вас, Евгения? Ты нам, Никитос, я думал, пока не нужен. Не уходи, сын. Сколько лет прошло все о том же. Гудят провода. Все того же ждут самолеты. Это сплин. Девочка с глазами самого синева льда тает под огнем пулемета. Это сплин. Я вас не спрашивал, кто это поет. Я сама сказала, Саша Васильевна. Девочка с глазами самого синева льда тает под окном пулемета. Под огнем. А я что сказал? Окном. Должен же расстаять хоть кто-то, но скоро рассвет. Выхода нет. Ключ поверни и полетели. Нужно вписать в чью-то тетрадь. Кровью как метрополитене. Выхода нет. Я на один вопрос ответила. Выхода нет. Четвертый вопрос, на который Никитос точно не знает ответ. Что означает слово апофеоз? Эпогей. Ну, какая-то концовка эпическая такая. Как-то так вот. Ну, накал страсти, апофеоз. Пик чувств, что ли. Апофеоз. Эпогей. А давайте спросим у зрителей. Давайте. Итак, вы берете микрофон и спрашиваете. У меня есть вторая камера. Опа. Это было неожиданно. Это было неожиданно. Сейчас я протру этот бубенщик. Никитос, охраняй камеру. Смотрит он своими зенками. Пойдемте спрашивать апофеоз. Апофеоз. Давайте сейчас мы кого-нибудь найдем. Может, ребятушки ротники хорошие здесь? Здравствуйте. Здравствуйте. А можете, пожалуйста, помочь мне? Не хотят. Все. Сложно, когда нужно спросить у кого-нибудь. Я слышала вас, когда вы говорили о том, что люди среднего возраста не хотят общаться. Здравствуйте. Можете, пожалуйста, мне подсказать одно слово, формулировку? Апофеоз. Что это такое? Апофеоз. Что? Апофеоз. Формулировка. Как это? Я просто не смогла объяснить. То есть оттем... Не отсюда. Не отсюда? Нет. Издалека. Издалека. Мы ничего не знаем. Мы чужие. Мы чужие. Да что вы. Раз вы здесь почти что... Ладно, пойду дальше. День одного вечера. Скажите, пожалуйста, мне... Я вас очень прошу. Не хотят. Убежала. Вот скажите, пожалуйста, можете мне помочь? Мне нужно дать определение слову апофеоз. Не прохочет. Вот да, вот то же самое. То есть я понимать-то его понимаю, а вот как-то вот сформулировка не сложилась. Слушайте, интересно. А пофигей, кто меня за что... А пофигей? А пофигей, как термин. Спасибо большое. Хорошего вечера. Так, ну я не одна такая. Девчонки, привет. Помогите, пожалуйста, мне. Мне нужно дать определение слову апофеоз. Апофеоз, что такое? Апофеоз. Слово апофеоз. Надо дать что? Определение слову апофеоз. Наивысшая точка чего-то. В новогодние праздники какие-то странные вопросы задаете. Что такое апофеоз? Апофеоз. Она же знает познание. Апофеоз – это конец чего-то такого. Что-то очень плохое. Я сейчас уже, конечно, память у нас другая. Но когда-то... Ну, что-то такое. Заключение, окончание. Да, 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 да. Барышня, здравствуйте. Помогите мне, пожалуйста. Мне нужно дать определение слову апофеоз. Апофеоз, что такое? Я не знаю. Извините. Я ошибаюсь. На них была вся надежда. Здравствуйте. А можно, пожалуйста, помочь? Женя, у тебя такая сложная работа. Пошли. Сейчас вот еще. Девушки, здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Мне нужно дать определение слову апофеоз. Слушай, правда, смотрят и уходят. Ну, пошли к юным. Ладно, люди, здравствуйте. Здравствуйте. Помогите мне, пожалуйста. Пожалуйста. Он не может... Почему? Пойдите к кому-нибудь другому, пожалуйста. Может быть, вы знаете. Ну, вот юный, тащише. А что вы так видите? Ой, спасибо. Снять вас, конечно. Не-не-не. Вы можете мне помочь дать определение слову апофеоз? Апофеоз – это что такое? Это наивысшая какая-то точка. Правильно? Ну, насколько я понимаю, апофеозное состояние. Окончание какого-то грандиозного события. Это я так думаю. Я не знаю. Пойдем к... Спасибо. Пойдем к Киевске. Спасибо, девочки. Обожествление Путина нашего. Для чего вам это надо? Что? Обожествление. Воспаление кого-то. Обозначает это слово. Это вы посмотрели в интернете. По-гречески. Это не важно, что я посмотрела. Сам факт. Да и почему вы придумали именно это слово? Почему это слово придумали? Кого вы должны восхвалять? Обожествлять? Кого? Ну, а как вы думаете, кого? Я не знаю. Я не короче. Меня! Ну, кого же еще? Меня. Апофеоза – это обожествлять, прославлять кого-то. Прославляешь и обожествляешь кого-то там. Да и не Греция – это вот обожествлять людей. Спасибо большое. Вы меня прям выращили. Спасибо. Нет, я как... Я почему-то думала, что это какая-то торжественная, ну, окончание чего-либо. Они тоже так думали. Да, да. И много и вся. Кого не спрашивали. Даже спор. А теперь, нет, 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 не правильно. Блин, я не знаю. Спасибо. Фух. Ой. Снеговик мой. Бедный замер. Благодаря той женщине, чье имя мы не спросили, которая думала, что мы этот вопрос придумали, чтобы обожествлять... Кого она хотела обожествовать? Путина она хотела. Что за школа? Нет, все это для того, чтобы меня прославлять и обожествлять. Причем здесь Путин вообще. Я, я здесь на этом канале за старшего. Правильно? Передаем привет кому-нибудь. Желаем кому-нибудь еще какие-нибудь другие приветы. Кайф-треть, привет! Мам, привет! Возьмите колбаску, пожалуйста. Никитич, держи. Никитич, говори что-нибудь. Ну, чего ты стесняешься? Ну, подписываемся на мой инстаграм, Казимир. Все. Казимир Малевич? Нет, просто Казимир. Так, ну... Ты еще маленький, тебе деньги еще рано. Это чтобы у тебя были... Что-то, Жень. Ну и что, ты купишь себе киндер-сюрприз? Да, конечно. Если большой киндер-сюрприз, вот который огромный, ну так себе. Шоколад не то. А внутри игрушка тоже так себе. Все, спасибо. Итак, наше жизнерадостное шоу и веселый ведущий продолжает свое движение. Нам нужно окучить еще одного человека. Спасибо Евгении и спасибо Никите за то, что они поучаствовали в этой волшебной передаче. Вот сейчас буду мучиться, сейчас буду мучиться кого-то еще искать. Представляете? Да? Все вроде нарослабонщики такие, да? Вот. Ну вот, как-то так. Как-то так вот. Вот так вот, вот так вот. Спасибо большое. Ребята, все, с наступающим Новым Годом. С Новым Годом. Пока. Спасибо. Пока. И полетели, выхода нет, выхода нет. Проверка аппаратуры. Отлично. Все, встаем сюда. Давайте вот так вот встаем. Братиш, сюда, 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 сюда. Вот так вот встаньте. Сейчас посмотрю, как вы в кадр залезли или нет. Что за темнотища? Господи. Подальше. Подальше, ребят. Еще подальше. Молодцам. Лица черные какие. Придется Иса, Иса Писа сделать немножко погромче. Итак, меня зовут Евгений. Я очень жизнерадостный человек и ведущий этой передачи. Как зовут у вас? Ксения. Привет, Евгений. Меня зовут Максим. Эта передача называется «Вопросы за бабосы». Я сейчас задам вам пять вопросов. Если вы ответите правильно, получится немного бабосов. Отлично. Супер. Люблю. Маску сними. Мне так комфортно. Снять, чтобы лучше было, кажется. Конечно. Не люблю снимать масочников. Мне кажется, это сектанты. Привет. Ты сектант? В какой-то степени да. Я так и думал, видишь? Сейчас, подождите, пожалуйста. Так, у меня телефон никто не срезал. Не, на месте все. Что вы тут делали? Гуляем. Вы питерские? Ага. Так точно. В какую группу периодической системы Менделеева входит водород? Рамштайн. Ты давай не дурачь со мной, понимаешь? У нас тут серьезная передача. Да, ничего не помню. А, конечно. Возвращение. Хулиган. В группу? Первая. Молодец. Все, аплодисменты. Похлопай. Похлопай. Ну, похлопай ты в ладоши. Ну, что ты? Напивай. Сваренился. Попроще вопрос задавая, не управляя так. Я сам сделаю, с ним не надо. Понял? Что он говорит? Возмущается. Ну, ты не очень правильно общаешься с человеком. То есть мне нравится такое общение. Тогда не участвуй. Я буду сейчас общаствовать с твоей подругой. Я участвую. Пожалуйста. Это мой ковбой? Ага. Господи, какой он злой у тебя человек. Какую религию исповедовали в древнем Китае? Даонизм. Попроще. Все проще. Здесь простые вопросы. Хоть ему было сложно, но все просто. Древний Китай. Тибет. Буддизм. Буддизм. Все верно. Ну, похлопывал уж хотя бы оттуда. Я не услышал. Спасибо. Зануда. Он зануда у тебя. Мне кажется, наоборот. Да, и есть люди, которые меня не любят и ненавидят. Но я такой, какой и есть. Правильно? Ну, что я буду тут перед вами, перед всеми выплясывать? Да? Я самый веселый, жизнерадостный ведущий в Ютубе. Есть токсичные ребята. Только токсики в Питере. А есть токсики в масках. Вообще-вообще. Третий вопрос. Во что играл герой романа Достоевского игрок? В карты. Ставим на красное. Покер. Ставим на черное. Блин, забыло название, я же читала. Пускай подскажет. Рулетка. Рулетка играл. С помощью подсказки нашего зануды, который стоит вон там. Нормально? Вот он, вот он. Четвертый вопрос. Мы не знали друг друга до этого лета, болтались по свету, земле и воде. И совершенно случайно мы взяли билеты на соседние кресла на большой высоте. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Вот так вот А ты стой там один, понял? Пятый вопрос Что означает слово Экспансия Сложная Экспансия На военном что-то Что-то жесть Ты знаешь? Ну подойди к нам Ладно, ладно, мы прощаем тебя Поближе, поближе О, господи, господи Тебя никто не слышал, микрофон здесь Экспансия, что такое? А это когда захватывают что-то Территорию что делаем? Захватывают территорию И она становится Больше? Больше, лучше Увеличивают территорию Ура, аплодисменты Бери в руки микрофон Передавай привет кому-нибудь Ребята, привет Я с Новым Годом Поздравляю, живу в Питере Первый раз вышла посмотреть на елку Вам советую выйти тоже из дома Погулять по городам Красивенько Вот, поэтому в следующем году Отдыхайте почаще Будьте позитивнее Не токсичьте И оставайтесь всегда счастливыми Все, это твой подарок С наступающим Новым Годом И Рождеством И Рождеством Пока Пуэртас, Мартас Давай Давай, дружище Называется Все дерьмо Негодяй ТВ Смотрите Ставьте лайки Пишите голимые комментарии Найдем Это мой знак, кстати Найдем На этой прекрасной ноте Мне хочется завершить это видео И иногда я позволяю себе почитать комментарии И вижу, как много дерьма пишут обо мне О том, какой я противный ведущий Как ужасно я разговариваю с людьми И знаете, ребята Да, я такой ужасный, нехороший человек Но при этом остаюсь самым жизнерадостным и улыбающимся блогером на этой планете Вы можете с удовольствием Поставить все эти лайки и написать комментарии Подпишитесь на этот канал, если вы до сих пор не подписались на него А я поеду домой Если вы не знаете, что написать в комментарии Напишите слово Почувствую этот четкий ритм Как полонка, он кричает Буду делать как по кайфу Ведь меня никто не знает Я говорю, творю, что захочу В голове моей никак это лучше, чем бардак Если мыслей нет, это неплохо Сердце вскроется и вылезет он Мыли, а ну, а ну, а ну Застыла душа Плачет у нас О, сестрица Выкинь из башки Дерьмо нашли нас О, сестрица Опустоши свой мозг Не думай ни о чем Ведь этот мир сейчас Прошлое не при чем Эту секунду Этот и половин Наблюдай, не думай Моментом этим кайфаник Проснувшись утром Сразу вспомни, кто ты такой Ты не прошлое, не будущее Ты вообще никакой Тебя нет Тебя не будут Есть здесь и сейчас Все остальное Валют и назовут О, сестрица Выкинь из башки Дерьмо нашли нас Обеселиться Мик Секунда Четкая рифма будет Слушайте Макунга 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 Заслылает душа Больше туман О, сестрица, выкинь из башки, дерьмо нашли, у нас веселится О, сестрица, выкинь из башки, дерьмо нашли, у нас веселится Сука!